Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Путин объявил о новейших видах российского вооружения, не имеющих аналогов в мире. Крылатые блоки системы «Авангард» киперзвуковые. Их скорость в 20 раз больше скорости звука. На межконтинентальной баллистической ракете они поднимаются на высоту нескольких десятков километров, а потом с огромной скоростью пикируют вниз, маневрируя как самолет. Это позволяет им уклониться от ПРО. Для сравнения, существующие баллистические ракеты, войдя в атмосферу, летят по заданной траектории, поэтому становятся уязвимы для системы ПРО. Ракета «Сармат» — обычная межконтинентальная баллистическая ракета, но она летит гораздо дальше, чем предыдущая. Знаменитый «Тополь-М» нужно было запускать по кратчайшей траектории, через ПРО. «Сармат» можно запустить через полюс, в свободную зону, где ПРО нет. И ракета все равно долетит. Но главное, что «Сармат» — тяжелая ракета и способна нести более 20 боевых блоков. Это в 5 раз больше, чем в ракетах предыдущего поколения. Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергоустановкой — уникальное вооружение. Такая же ракета, как американский «Тамагавк». Только «Тамагавк» летает на 2500 километров. Ее дальность ограничена количеством топлива. Новая крылатая ракета летает бесконечно. Она просто может пройти по любой траектории в обход ПРО. Как и подводные беспилотные аппараты «Посейдон». Это как дроны, только для подводного мира. Их запускают с подводной лодки, и они по глубокому дну с огромной скоростью бесшумно плывут к цели, огибая рельеф. Причем они двигаются на такой глубине, что никакое оборудование их не замечает. Но даже если заметят, из-за огромной скорости торпеды под водой поразить ее ничем невозможно. Эти новые вооружения, работая в комплексе, способны нейтрализовать все существующие системы ПРО. Система «Кинжал» выведет из строя наземные ПРО. «Посейдон» — морские. После этого «Сармат», «Авангард» и «Буревестник» вылетят к цели, обходя любые оставшиеся препятствия. А еще есть боевые лазерные комплексы «Пересвет». Они уникальны, потому что почти мгновенно доставляют энергию к цели и обладают неограниченным боезапасом. Они кратно расширяют возможности России в сфере обеспечения безопасности. Все эти новые системы вооружения у России уже есть. Это не воинственный шаг, а восстановление паритета. Если участники возможного военного конфликта понимают, что в случае атаки ударом возмездия уничтожены будут все, никто не станет воевать. А значит, нужно прекратить все время грозить кулаком и опять...